Девушки отдыхают Но присмотритесь к шлифовальному или заточному кругу, побывавшему в эксплуатации Множество алмазных зерен выкрашилось, оторвалось от связки и потеряно, хотя они могли бы еще работать и работать Как же заставить искусственные алмазы надежнее держаться в инструменте? Задачу решили ученые Украины, разработавшие состав металлического сплава, способного прилипать к алмазу Специальная киносъемка покажет сейчас, что происходит в вакуумной печи, куда подают алмазные зерна Сверху грань алмаза, внизу капля сплава Металл прилипает к поверхности минерала, заполняет его мельчайшие трещинки Алмаз, получивший кольчугу из металла, становится менее хрупким А самое главное, одетые металловым зерна теперь можно спаять Получаются ветвистые образования, и они тоже сцепляются со связкой, что называется, намертво За эту работу, позволившую многократно увеличить стойкость алмазного инструмента Доктор технических наук Юрий Владимирович Найдич и его коллеги Удостойны государственной премии Украинской ССР Новаторская технология уже внедрена на заводах, которые выпускают инструмент, оснащенный алмазами Кидают родные озера дикие гуси и утки Сыграются в большие стаи другие перелетные птицы В такую пору, всюду, где пролегают птичьи дороги, прибавляется забот у служб, обеспечивающих безопасность полетов авиации Заполонившие небо птицы не должны столкнуться с самолетами Но можно ли с помощью радиолокации обнаружить пернатых странников на большом расстоянии Чтобы заранее предупредить пилотов, в каком месте им следует уйти на другую высоту, уступить дорогу птицам Исследования подтвердили, что это возможно На экране радиолокатора легко отличить облако от стаи, одиночную птицу от самолета Но пути самолетов и птиц пересекаются не только высоко в небе Как быть с путешественницами, вздумавшими отдохнуть или подкормиться на самом аэродроме? Ведь тут воздушные движения особенно напряженные На магнитной ленте записан крик, издаваемый скворцами в минуту опасности Это означает «Спасайтесь!» А это сигнал опасности на языке чаек Когда-то небо полностью принадлежало пернатам Сегодня они верят его с нами И чем выше становятся скорости самолетов Тем важнее поиск надежных средств Позволяющих предотвратить столкновение крылатых машин с птицами На оживленных воздушных перекрестках Прокатывается проволока из особой стали, которая используется в точном приборостроении Требования к ее качеству очень высокие А контроль готовых пунктов еще недавно можно было вести только вручную Осмотра, чтобы выявить нет ли трещин Определение диаметра Проверка степени насыщенности углеродом по характеру искрения Как ни намет он глаз контролера Возможна ошибка Да и не проверишь тщательно каждый пруток по всей его длине На помощь производству пришли ученые Автоматическая линия, установленная на московском заводе «Серб» и «Молот» Контролер «Универсал» Она может рассортировать изделия по маркам стали, по сечениям Отбраковать прутки с механическими пороками и с нарушениями состава стали после отжига Контроль ведут индукционные токи Эти токи, возбужденные в поверхности прутка, чутко реагируют на изменение химических свойств А значит и электрического сопротивления металла Обнаруживают трещины и другие пороки Трещина удлиняет путь токов и по сигналу электроники изделие отбраковывается Так с позиции на позицию И, наконец, прутки безупречные по качеству сортируются по диаметрам с минимальными допусками Эта высокоэффективная автоматическая линия, освобождающая контролеров от тяжелого труда Создана научно-исследовательским институтом интерскопии В нынешней пятилетке, пятилетке качества, такие линии начнут работать в приятиях черной металлургии Научные лаборатории Изучаются явления, происходящие и в атмосфере И в том мире, который еще недавно был недоступен для непосредственного наблюдения В гидрокостюмах под ледяным потолком океана Исследуется картина течений в слоях воды, прилегающих ко льду И сам лед Закономерности его роста и разрушения Особенности, влияющие на скорость и направление дрейфа Здесь настоящий исследовательский полигон Ученому, опустившемуся под лед Легче разместить приборы так, чтобы они полнее отразили процессы взаимодействия льда и океанских вод Физические явления, происходящие в водной толще А изучение флоры и фауны океана Сеть, закинутая с поверхности, теперь не единственное средство добыть для исследования водной организмы Поиск мелких обитателей моря на небольших глубинах ведется вот так Трудна и порой опасна работа исследователей в этой суровой части земного шара Но полюс всегда звал к себе отважных Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok